Торговая площадка у конечной второго троллейбуса. Заведующий отделением гигиены питания Ольга Парамонова осматривает прилавок с теплолюбивыми овощами и фруктами. Инспектор замечает, у продавца отсутствуют перчатки и запас защитных масок. Позже выясняется, медсправки тоже нет. Продукция некачественная. «А что за пятна такие? Это уже начинает порчиться, гниль начинает. Такие дыни вы, пожалуйста, перебирайте и такие не реализуйте». Рядом сморщенные помидоры. Их также настоятельно рекомендуют убрать с прилавка. Этого и пышника взяли на карандаш. В соседнем ларьке картина не лучшая. Из томатов сочится белая жидкость, перцы покрылись пленкой. Продавца нет на месте. Специалисты уверяют, наведаются сюда еще раз. Первый признак некачественной продукции – изменение цвета и структуры. Кожица темнеет, может сморщиться, мякоть превращается в кашицу. По санитарным нормам такой продукции на прилавках не место. Употребление чревато отравлением. Следующая точка – мини-рынок у бывшей второй проходной авиагородка. Профессиональный глаз сразу замечает половинчатые арбузы и дыни. «Ни в коем случае покупателям нельзя покупать арбузы и дыни в резаном виде, потому что при установившейся высокой температуре атмосферного воздуха нагревается поверхность арбузов, сладкая среда. За счет этого происходит размножение микроорганизмов». Под прилавком ящики с овощами и фруктами стоят прямо на земле, без подставки. Ответственного след простыл. Коллеги по соседству оправдывают продавца невидимку. Товар только разгрузили. Вот-вот распасуют. Точка на 50 лет в ЛКСМ тоже на контроле. У кого-то нет средств защиты, кто-то продает гниль. Продукцию снимают с продажи под присмотром инспектора. ИП обязуют приобрести маски и перчатки. «По данным нарушениям субъектам хозяйствования будут выданы рекомендации. Будет проведен повторный мониторинг данных торговых объектов. Если данные нарушения будут не устранены, то лица, допустившие эти нарушения, будут привлечены к административной ответственности». Минимальный штраф – 270 рублей. В 2020-м специалисты Центра гигиены обследовали 399 торговых объектов. Сняли с реализации более 2,5 тонн продуктов без маркировки, документов, с истекшим сроком годности и нарушением температурных режимов.